17 сентября 2008 года жители региона отмечали сразу две значимых даты. День прославления и канонизации святителей Асафа и 1020-летие Крещения Руси. В Белгородском драматическом театре имени Щепкина по этому случаю был дан праздничный концерт. В 2009 году 17 сентября в Борисовке на родине режиссёра-документалиста Николая Ряполова был открыт памятник ему. Торжественная церемония собрала родных земляков и соратников. Для борисовцев его имя навсегда синоним сопереживания за судьбу родной земли. 17 сентября 2012 года жители региона приняли участие в массовом субботнике. Этот день помнит и наша телерадиокомпания. Вооружившись вёдрами, лопатами и мусорными мешками, в районы области отправились тогда и корреспонденты мира Белогорья. В этот же день, в 2013 году, в Алексеевке набрал группы первый частный детский сад. На тот момент он был единственным на несколько ближайших районов и доказал, что спрос на этот вид услуг есть не только в областном центре. 17 сентября 2014 года Краснояружская зерновая компания запустила новые производственные площадки по хранению, переработке зерновых и масличных культур. Чернянскому району это дало 128 новых рабочих мест. Сама же компания с того момента полностью стала готова к импортозамещению гибридов семян кукурузы. В 2015 году, 17 сентября, общеобразовательные учреждения региона, преимущественно сельские, получили в подарок от фонда поколения 20 новых автобусов. Ключи от желтых пазиков руководителям школ вручил лично основатель фонда депутат Государственной Думы Андрей Скотч.